Перед началом видео рекомендую канал Сами Сусами. Автор похудел на 55 килограмм и совершенно бесплатно делится секретами со своими подписчиками. Также на канале есть посылки из Китая и обзоры смартфонов, так что подписывайтесь, ссылка в описании. В этом видео вы пройдете 7 тестов и головоломок для проверки интеллекта. 86% людей не смогут правильно ответить на все задания. Свои результаты не забудьте написать в комментариях под видео. Номер 1. Начнем с не очень сложного задания, чтобы просто проверить, насколько вы сосредоточены и готовы к тесту. У Мишиной мамы три сына. Первого зовут Сережа, второго Андрей, а как имя третьего сына? Время пошло. Разумеется, имя третьего сына Миша, так как в самом начале я сказал, что у Мишиной мамы три сына. Если вы были внимательны и справились, ставьте лайк и поехали дальше. Номер 2. Какой из цветов спрятан под знаком вопроса? Бежевый, фиолетовый или черный? Если внимательно присмотреться к соотношению цветов слева, то становится очевидно, что под знаком вопроса скрывается фиолетовый цвет. Номер 3. Это задание будет в виде оптической иллюзии. Посмотрите внимательно на фото и скажите, что делает кошка? Поднимается вверх по лестнице или спускается вниз? И не забудьте обосновать свой ответ. Для правильного решения этого задания нужно рассуждать логически. Сзади мы видим белое пятно, соответственно, там располагается источник света. Плюс сбоку на ступеньках можно заметить небольшие тени, из чего делаем однозначный вывод, что кошка спускается вниз по лестнице. Номер 4. Это задание довольно сложное, слушайте очень внимательно. Правильно на него отвечает чуть больше 10% людей. Итак, когда мы покупаем это, оно черного цвета. Когда используем, становится красным. А после использования приобретает серый цвет. Что же я имею в виду? Итак, правильный ответ – это уголь. Когда мы покупаем его, он черного цвета. Когда используем, становится красным. А когда он прогорает, то приобретает серый цвет. Номер 5. Посмотрите внимательно на картинку и скажите, что вы видите. Если вы увидели только красный круг, то считайте, что провалили задание. А если разглядели животное, да еще и точно определили, что это лошадь, то значит справились с заданием. Номер 6. Какое число должно быть в квадрате со знаком вопроса? Итак, логика проста. Разрыв между числами увеличивается на 3. Между первыми двумя квадратиками разница 2. Между вторыми уже 5. Между третьими – 8. А между четвертыми – 11. Соответственно, правильный ответ – 30. Номер 7. Найдите среди этих снежинок лишнюю. Если вы были достаточно внимательны, то безошибочно определили, что лишняя снежинка располагается здесь. Пишите в комментариях, на сколько вопросов из 7 вы ответили верно. А еще больше интересных видео с фактами и лайфхаками на канале Моголь ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте, оставлять комментарии.